Хальвдан Он был популярным среди его народа. Отцом Хальвдана был Эйстейн, который правил Вестфолдом на территории современной Норвегии. Вестфолд был могущественным королевством. Он был стратегически выгодно расположен для торговли и набегов. Эйстейн, вероятно, дал Хальвдану ценные навыки руководства и ведения войны. Ранняя жизнь Хальвдана, вероятно, включала в себя обучение воинскому искусству. Его учили бы мореплаванию, бою и лидерству. Это были необходимые навыки для любого честолюбивого правителя в эпоху викингов. Правление Хальвдана совпало с расширением Франкской империи при Карле Великом. Карл Великий был могущественным и амбициозным правителем. Он стремился расширить свое влияние на Европу, включая Скандинавию. В ответ на франкскую угрозу Хальвдан предпринял смелую дипломатическую миссию. Он отправился на юг, чтобы встретиться с Карлом Великим. Это путешествие было чревато опасностями. Оно также показало мужество и дипломатические способности Хальвдана. Подробности их встречи потеряны для истории. Однако мы знаем, что результат был значительным. Хальвдан заключил мир с Карлом Великим. Это было очень важным достижением. Это защитило его королевство от франкского вторжения. Мирное соглашение также позволило вести торговлю между Скандинавией и Франкской империей. Это принесло богатство и новые товары в Скандинавию. Это также способствовало культурному обмену между этими двумя совершенно разными мирами. В то время как Хальвдан обеспечил мир с Карлом Великим, он столкнулся с проблемами внутри Скандинавии. Эпоха викингов была временем постоянных конфликтов. Соперничающие короли и вожди боролись за власть, землю и богатство. Одним из самых значительных конфликтов Хальвдана был конфликт с сыновьями Гудфреда. Гудфред был датским королем, который погиб в борьбе с франками. Его сыновья стремились отомстить за своего отца и расширить свою власть. Конфликт между Хальвданом и сыновьями Гудфреда был долгим и кровавым. Он включал в себя множество сражений и набегов. Обе стороны яростно боролись за господство. Этот конфликт подчеркивает бурную природу эпохи викингов. Это было время постоянных войн и меняющихся союзов. Амбиции Хальвдана простирались далеко за пределы Скандинавии. Он также возглавлял экспедиции на восток через Балтийское море. Этот регион предлагал возможности для торговли, набегов и завоеваний. Согласно некоторым источникам, Хальвдан сыграл роль в основании Чернигова. Это город в современной Украине. Он был ключевым торговым центром в эпоху викингов. Если это правда, то это было бы свидетельством далеко идущего влияния Хальвдана. Однако подробности восточных походов Хальвдана окутаны тайной. У нас есть только отрывочные сведения об этом периоде. Это затрудняет отделение фактов от легенд. Раздел пятый. Наследие правителя. Место Хальвдана в истории. Жизнь и правление Хальвдана оказали значительное влияние на Скандинавию. Он был умелым воином и проницательным дипломатом. Его действия сформировали политический ландшафт своего времени. Его мирный договор с Карлом Великим принес период стабильности в Скандинавию. Он также открыл торговые пути, которые принесли богатство и новые идеи. Военные походы Хальвдана, как в самой Скандинавии, так и на Востоке, продемонстрировали его мощь и амбиции. Он оставил свой след в регионах, которые он завоевал, даже если детали потеряны во времени. История Хальвдана – это напоминание о сложном и часто жестоком мире эпохи викингов. Это было время великих потрясений и перемен. Но это было также время великих возможностей для тех, кто был достаточно смел и амбициозен, чтобы воспользоваться ими. Раздел шестой. Шепот саги легенды о Хальвдане смелом. Саги Скандинавии наполнены рассказами о легендарных героях. Эти саги представляют собой смесь истории и мифов. Они предлагают заглянуть в верование и ценности викингов. Хальвдан фигурирует в некоторых из этих саг. Он часто изображается как храбрый и хитрый воин. Одна история рассказывает о его дерзком набеге на франкский монастырь. Говорят, что он сбежал с огромными сокровищами. Другая легенда гласит, что Хальвдан сражался со страшным великаном в единоборстве. Он использовал свою смекалку и силу, чтобы победить великана и одержать победу. Эти истории, вероятно, приукрашивают его реальные подвиги. Они подчеркивают увлечение викингов героями, превосходящими жизнь. Время железа и кораблей – мир Хальвдана. Чтобы понять Хальвдана, мы должны понять мир, в котором он жил. Эпоха викингов была периодом больших перемен в Европе. Она длилась примерно с 8 по 11 века. Викинги были искусными мореходами и воинами. Они строили впечатляющие корабли-драконы, которые позволяли им преодолевать огромные расстояния. Они совершали набеги и торговали на большей части Европы, Азии и даже Северной Америки. Они жили в мире железа и дерева. Они ковали оружие и инструменты, которые были одновременно красивыми и смертоносными. Их жизнь часто была суровой и короткой. Тем не менее, они больше всего ценили мужество, силу и верность. От Норвегии до Востока. Масштабы влияния Хальвдана. Влияние Хальвдана распространилось далеко за пределы его родины, Вестфолда. Его дипломатические усилия повлияли на отношения между Скандинавией и Франкской империей. Его военные походы расширили сферу его влияния на всю Скандинавию и на Восток. Его участие в основании Чернигова, если это правда, подчеркивает масштабы исследований и экспансии викингов. Они основывали торговые посты и поселения на огромных расстояниях. Это связало Скандинавию с сетью торговых путей, охватывающих континенты. История Хальвдана демонстрирует взаимосвязанность Европы в эпоху викингов. Это было время, когда люди, товары и идеи перетекали через границы, часто путем конфликтов и завоеваний. Отголоски в сагах. Память о Хальвдане. Имя Хальвдана звучало сквозь века, передаваясь из поколения в поколение в сагах и песнях. Хотя его история фрагментарна и переплетена с легендами, она все еще пленяет воображение. Он представляет собой время великих перемен и потрясений. Он также воплощает в себе дух викингов, дух приключений, исследований и готовности бросить вызов устоям. Его история напоминает нам о том, что даже деятели далекого прошлого могут находить отклик в наших сердцах сегодня. Их борьба за власть, их дипломатические усилия и их жажда приключений – это темы, которые все еще актуальны в нашем современном мире. Заключение, неприходящее наследие Хальвдана. Жизнь и правление Хальвдана остаются окутанными туманом времени. Источники часто противоречивы, и отделить факты от легенд бывает непросто. Тем не менее, несмотря на отсутствие четких исторических сведений, его влияние неоспоримо. Он был ключевой фигурой в переломный период скандинавской истории. Он ориентировался в сложном политическом ландшафте своего времени, обеспечив мир с могущественными врагами и вступив в ожесточенные конфликты с соперниками. Его история – это напоминание о неприходящей силе лидерства, амбиции и человеческого стремления оставить свой след в мире. Хальвдан, король викингов, продолжает интриговать и вдохновлять нас спустя столетия. Субтитры создавал DimaTorzok